Дезертир и сайт видеогеймплей.ру представляет Империи на планете. Мы выиграли время и только. Но теперь у нас есть более важная задача. Разведка нашла доказательства того, что Хаос, наш великий враг, развернул свою деятельность прямо у нас под носом на этой планете. Мы должны найти их и сразиться с ними, где бы они ни находились. Если есть хотя бы малейший шанс, что силы Хаоса где-то здесь, мы должны найти их и уничтожить. Инквизитор тот требует, чтобы мы покинули планету. Но все его полномочия не дают ему право командовать силами космодесанта. Мне совсем не по душе столь быстрое появление Инквизитора, особенно после событий на моей родной планете Кирена. Их путь повергать совесть виновных в пламя невыносимых мучений. И это совершенно не то, что требуется мне сейчас. Ну что ж, начнем эту миссию. Миссия сама по себе. Как по мне, довольно интересно. Нас атакуют орки повсюду. Мы окружены, как можно заметить по вот этой карте. Положение не из лучших. Итак, миссия называется «Новая угроза». Грядущий варпшторм может запереть нас на этой планете и на месяц, и на столетие. Мы не можем рисковать. Необходимо эвакуировать Тартарус в течение трех дней. Имперская стража и Священный Флот могут приступать к эвакуации. Но у кровавых воронов есть дела, требующие завершения. И какие же? Я уверен, что на Тартарусе высадились силы хаоса. Я не чувствую их присутствия. Но даже если силы хаоса высадились на Тартарусе, будет лучше покинуть планету и оставить их наедине с орками, чем потерять несчетное число жизней в битве с ними. Ты худшего и не пожелаешь для наших врагов, чем остаться запертыми в клетке друг с другом. Мы же должны покинуть планету немедленно. Тогда я и мои братья решим этот вопрос так. Мы используем оставшиеся три дня для того, чтобы развеять наши подозрения. Тем временем вы можете использовать транспорты воронов для организации эвакуации. Полковник Брум, я должен обсудить с капитаном ряд религиозных вопросов. Будьте добры оставить нас на некоторое время. Но это также касается и меня, ведь, простите мою неточность в данном вопросе. Я, конечно же, забыл добавить немедленно. Вам следует быть с ним повежливее, ведь это касается и его людей. Капитан, я слышал, вы обнаружили, что ваша родина погрязла в ереси. Планета Керена, если не ошибаюсь. Это не имеет никакого отношения к событиям на Тартарусе. Я считаю, что имеет. Вы запросили у Инквизиции проведение очищения, что значит уничтожение всего населения вашей планеты. И мы были вынуждены. Я до сих пор не понимаю. Капитан, я не ставлю под сомнение вашу верность, но я должен быть уверен, что действия на Керене не отразились на правильности ваших суждений. Возможно, я выбрал неудачный довод, но я опасаюсь, что вы начали видеть хаос там, где его нет и в помине. Прошу вас, как верного слугу Императора, сперва исполните свой долг, а уж потом следуйте своим интересам. Капитан, я думаю, что Инквизитор не имел права так с вами разговаривать. Но вдруг он прав? Надвигающийся шторм поставит наших врагов в положение двух пауков в банке. А что, если хаоты покинут систему до начала шторма? Нет. Для нас Варп Шторм — слабое оправдание трусости. Мы не должны избегать ни врагов, ни ответственности. Хаос здесь неспроста, и мы должны выяснить, что они задевают. Мы с тобой, брат-капитан. Как и всегда. Все силы людей отправились в вашу сторону. Вы услышите звуки их техники задолго до того, как увидите их, а почуете их еще раньше. Орбитальная станция слежений засекла посадку транспорта в этой области. Мы нашли проложенный кем-то путь. Капитан, я уверен, кто-то поблизости ведет раскопки. Это работа орков? Они никогда не отличались любовью к археологии. Если это не орки, тогда это могут быть силы хаоса. В любом случае, мы пойдем этой дорогой и в ее конце найдем ответы на свои вопросы. Это нечто хуже. Намного хуже. Мы заняли позицию. Теперь вы можете построить священные покои. В этом здании вы можете изучить несколько полезных способностей. Итак, вот он, священные покои. Я думаю, вначале нам нужно построить оружие. И на данный момент... Готов начать расследование. Самое лучшее, что мы можем сделать, это просить путь. Полковник Брум принял командование. Я выполню приказ. Ты ничто. Инквизиция, все. Готов начать расследование. Где-то я это уже слышал. Никто нас не остановит. Слаем два отряда. Вперед. Я тряхну их прах со своих ступней. Хорошо. Через лес. Я тряхну их прах со своих ступней. Латаемся захватить стратегическую позицию, потому что она нам пригодится. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. Да. Наши мысли сходят. Готов начать расследование. Смерть еретикам. Какой магистан! Я тряхну их прах со своих ступней. Не важно. Ваш приказ во имя императора. Удерживать позицию в любом случае. С орками мы как-нибудь разберемся. Наша задача на данный момент захватить. Каково ваше желание? Они не атаковали. Они бежали. Что могло вселить такой страх в лошадках? Я бы сказал, что именно могло в них вселить этот страх, но я промолчу. Дабы не раскрывать вам весь сюжет. Как скажете. Да, Бор. Позиция захвачена. Как можно быстрее. Так, посмотрим, что же мы можем здесь найти. И построить. Так, увеличим количество. Построим еще два отряда. Какого у нас есть на это деньги? Я жду вашего приказа. Ты же впоследствии пойдешь услышать. Как можно быстрее. Готов начать расследование. Итак, здесь перебили орков. Никто нас не остановит. Эти орки погибли не от руки императора. Следует быть настороже. Хорошо. Наши мысли сходятся. Вот прибыл в ваше расположение. Хорошо. Никто нас не остановит. Эльдары! Похоже, что мы ошибались насчет хаоса. Хоть Эльдары, хоть хаос, но я все равно узнаю, что здесь происходит. Продолжайте движение. В общем, это еще одна странная конфликта под названием Эльдары. Наши мысли сходятся. Лакая изучила кнеметы, и можно довольно спокойно уничтожать их всех. Их приговор уже вынесен. Так. Да, лорд. Моя цель служение. На самом деле, моя цель не служение, а лишь создание новых возможностей. Вера, наш чип. Есть. Есть. Ну нет, Эльдары отпевают наше строение. Это очень проблематично. Мы не служим императором. Оружие к бою готово. Объявляем атаку. Атакуем согласно приказу. Естественно, мне не хотелось бы потерять моих юнитов. Поэтому постараемся сделать так, что... Ожидаю приказаний. Чтобы все было отлично. Я готов. Итак. Продолжаем наступление. Отдыхнуй в прах со своих ступней. Никто нас не остановит. Никто нас не остановит. Наши мысли сходятся. Хорошо. Проблема в том, что здесь могут нас атаковать где угодно. Наши мысли сходятся. Никто нас не остановит. Нам нужны носороги. Они помогут преодолеть обстреливаемую территорию без особых потерь. Тогда мы сможем атаковать темных жнецов, которые прячутся на скалах. Ну что ж, я с ним согласен. Транспорт носорог может быть заказан в храме Бога Моше. Я беру их за твои ступни. Я готов. Никто нас не остановит. Ожидаю приказаний. Будьте бдительны, дайте. В данный момент у нас есть небольшая проблема, как я уже сказал. Сегодня враг познает смысл слова страха. Это новый противник. Я здесь для того, чтобы служить нас разстреливают. Безделье плодит ели. Скажите, ребята, мне вот надоели. Мы их убьем. Вера, наш щит. Вера, наш щит. Берем к славе. Вера, наш щит. Тетка Вера, наш щит. О май шки. Я здесь для того, чтобы служить. Ладно. Да, поверите. Так, наша задача на данный момент захватить как можно больше таких точек. Готов начать расследование. Наши мысли сходятся. Найдена стратегическая позиция. Ты не что, Инквизиция. Все. Направьте нас на врага. Мы избраны Интератором. Вы же, ребята, пойдете вот поэтому. Приготовиться к атаке. Сегодня враг познает смысл слова страха. Мы избраны Интератором. Ваша задача будет захватить... Моя вера защитит меня. Эту точку. Служу человечеству. Во славу Императора. Во имя Императора. Да, лорд. Все внимание уделяем объекту. Что я должен сделать? Задача получена. Захватить данную точку как вариант. Итак. Я здесь для того, чтобы служить. У нас на самом деле сейчас... Как скажете. Проблем почти нету. За исключением того, что мы, единственное, не можем уничтожить некоторые отряды. Будет сделано. Более того, в некоторых местах, как вы понимаете, нам придется поставить пару войск своих. Ты не что, Инквизиция, все! Хорошо. Регион познает, Владимир Ересь. Так, точка захвачена. Это уже хорошо. Да, о великолепный. Подчиняюсь. Подчиняюсь. Как можно быстрее. И на данный момент... Нам надо будет развить. Нечто более полезное. Так, кстати, здесь уже появились ракетные турели. То есть улучшение до них. Да, о великолепный. Даже хорошо. Так, позволяет заказать хранителя, второго командующего вашей армии клириков, которые исцеляют. И проводить исследования навыков командора и хранителя. Нам сейчас, в данный момент, нужно храм бога машин. Поэтому будем ждать. К сожалению, в большинстве своем все проходит именно таким образом. Готов начать расследование. Нам приходится вечно чего-то ожидать. Да, о великолепный. Ну да ладно. Давайте же... Я жду вашего приказа. Построим уже. Процесс строительства начин. Данное хранилище. Произведем, наверное, еще один отряд. Наших бравых космодесантников. Тем более, что здесь они нам пригодятся. Я жду вашего приказа. Так, отправляем служителя починить вот эту. Как можно быстрее. И выдвигаться обратно. Так, наша задача сейчас, как можно больше и быстрее собрать армию и выдвинуться. Нужно усилить. Я готов. Я служу. Слушайте мои приказы. Наших воинов. Итак, транспорт Носорог. Дредноут поддержки. Простой дредноут. В чем, собственно, разница? Огневая поддержка, боевая единица поддержки. Я надеюсь, вы понимаете, в чем разница такого. Ну, короче говоря, этот стреляет сильнее, этот бьет в рукопашную сильнее. Я жду вашего приказа. Да, о великолепный транспорт Носорог доставщик. Построить вот такую еще фирму. Как скажете. Носорог готов. Мы несем добродетель. Мы несем добродетель. Суть транспортника Носорог в том, что он может перевозить в себе пехоту. Носорог к транспортировке готов. Носорог готов. Носорог к транспортировке готов. Наша броня, ваша броня. Едем прямо на передовую. В вашем распоряжении. Как вы догадываетесь, он может перевозить намного больше, чем нужно. Я готов. Каково ваше желание? Носорог слушает. Место доставки поля боя. Наша броня, ваша броня. Посмотрим, как быстро он справится с доставкой. Врача! Лерики помогают раненым в бою пехотинцам. Они могут быть заказаны в священных покоях. Итак, первый отряд присутствует. Мы и уезжаемся! Возвращаемся обратно. Место доставки поля боя. Мои знания в вашем распоряжении. Носорог слушает. Носорог слушает. Страх повергает первым. Ну, есть вероятность, что мои отряды умрут раньше. Направьте нас на врага. Приказ полен прав. Да, походу я. Носорог! Ожидаю приказаний. Да, их уже не спасти. Носорог готов. Собственно говоря, в чем суть? Помимо носорога мы, естественно, можем производить вихри. Но для него надо 380 энергии. А с ней довольно сложно. Так. Клерик. Тяжелая пехота. Медик. Также. Командир-ветеран. Максимальное здоровье и скорость восстановления здоровья. Командир и хранители увеличена. Так. Увеличивается скорость восстановления всех способностей. Дает командору способность использовать навык боевого духа. Позволяет хранить или использовать навык приказ императора. Давайте произведем двух клириков. Произведем. Хотя бы один вихрь. Клерик слушает. Поле боя ждет. Так, ребятки. Мне нужно... Где я нужен? Чтобы вы были здесь. Собственно, что мне от вас... Открытый разум. Это крепость с открытыми вратами. Нужно это вывести. Знание есть сила. Умей ее открыть. Ваших главных персонажей сейчас. Теперь ты останешься за главного. Ваш приказ. И не делай так, чтобы мне пришлось вернуться. Не волнуйся, тебе не придется вернуться. Ты будешь отчасти бесполезен. Ваш приказ. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Отлично. Так, где моя боевая машина, которую я только что заказал? Павших за императора ждет вечная слава. И... Не, серьезно, где... А, черт. Не могу нанять из-за максимального количества. Ладно. Бой этой. Так. Так. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Вот прибыл в ваше расположение. Вихрь доставлен. Так, вот наконец-то вихрь доставлен. Теперь перейдем к арт-поддержке. Уточняю координаты цели. Как вы уже поняли. Чем могу помочь? Я собираюсь атаковать именно поверху. Носорог к транспортировке готов. Свод прибыл в ваше расположение. Вместо доставки поле боя. Носорога мне особо не жалко. Посмотрим, откуда будет атаковать. Установка вихрь в вашем распоряжении. Поле боя ждет. Взвод прибыл в ваше расположение. Никто из слуха Императора не умрет, если я успею. Следую вашим приказам. Окей. Вихрь начнет атаку таким образом, что он не видит цели, но может по ней попадать. Следую вашим приказам. Ну что ж, давайте попробуем убить их, тем более, что он живет. Теперь у нас есть клирики и шансов поболее. Павших за Императора ждет вечная слава. Теперь им достается больше, чем нам. Клирик слушает. Приказ понял, брат. Объявляем атаку. Установка вихрь в вашем распоряжении. Они даже не заметят. Поле боя ждет. Враги Империи будут уничтожены. Выдвигаемся. Приказ принят. Ваш приказ? Врача! Я выполню приказ. Чем могу помочь? Поле боя ждет. По атаку! Ты ничто, Инквизиция. Все. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Будьте бдительны. Бойтесь нашего гнева. Приказ принят. Вихрь готов. Страх повергает веру. Клирик слушает. Есть. Выдвигаемся. Будьте бдительны, братья. Приказ принят. Приготовиться к атаке. Используем двадцать третье построение. Врача! Приказ принят. Приказ принят. Приказ принят. Приказ принят. Приказ принят. Приказ принят. Продолжение следует...